внизу находится паркинг не очень-то презентабельно это одна детская площадка установленных глазков здесь просто дырки первое это пятно протечки и я просто в шоке ужасном состоянии это грустненький обещали метро где-то вот тут ну спасибо хоть есть травка ух смотрите какое качество друзья добрый день я андрей артемов и сегодня вам покажу и расскажу про жилой комплекс чистое небо жилой комплекс чистое небо возводят по обе стороны от комендантского проспекта в самом его конце где протекает речка каменка но вот так выглядит эта речка напоминает конечно все таки друзья больше ручей дома строятся по монолитной технологии а стены на улицу из газоблока керамического блока а фасад мокрый эта технология такая комплекс возводится на территории в 98 гектар а дома имеют переменную этажность от 7 до 25 этажей с многоуровневой подземной парковкой но парковки хватит точно не всем комплексе будет 21 тысяча восемьсот пятьдесят восемь квартир мест подземном паркинге будет 6 тысяч двести тридцать два машиноместа так что рекомендую обязательно приобрести парковочное место чтобы не кружить вокруг комплекса в поиске и место для своего автомобиля давайте зайдем на андрея артемов точка ру и проверим жилой комплекс чистое небо у некоторых литеров комплекса сроки сдачи и передачи ключей увеличены а у некоторых наоборот уменьшены поэтому перед приобретением недвижимости обязательно пользуйтесь моим сервисом который я создал специально для вас большинство первых этажей в здании это коммерческие помещения вот с магазинами здесь точно все в порядке теперь поговорим про инфраструктуру ближайшая станция метро комендантский проспект находится от комплекса всего в четырех километрах по комендантскому проспекту давно уже курсирует общественный транспорт поэтому с доступностью района я здесь не вижу особых проблем недалеко здесь проходит и западный скоростной диаметр на него сейчас кстати строят заезд но главное помните что заезд бесплатный а вот съезд засады всегда платный поговорим про социобъекты прямо в этом комплексе расположены два детских сада согласно информации сайта детского сада номер 18 вакантных мест всего 15 в группу коротковременного пребывания на 3 часа 20 минут в детском садике номер 30 согласно той же информации сайта садика вакантных мест нет на открытии школы номер 573 был губернатор города санкт-петербурга и я понимаю что школа уже давно забита до отказа потому что вокруг огромное количество новостроек а мощности школ и детских садов не хватает обязательно задавайтесь вопросом перед приобретением недвижимости о наличии свободных мест в детских садах и школах не верьте друзья обещаниям верьте официальной информации сайтов этих учреждений застройщиком комплекса является общество с ограниченной ответственностью строительная компания каменка с уставным капиталом 10 миллионов рублей но если взять уставной капитал застройщика то за эти деньги можно приобрести всего лишь полторы квартиры в этом жилом комплексе давайте откроем проектную декларацию застройщика и посмотрим обратите внимание что до сих пор застройщик проектирует и строит дома классом энергоэффективности c это класс энергоэффективности почти такой же как у советских панельных домов а теперь зачитаю вам выдержку из проектной декларации застройщика об озеленении территории благоустройство территории включает в себя устройство набивных покрытий и газонов газоны запроектированы на свободные от проездов и тротуаров территория ну что вы понимали набивные покрытия это обычная пешеходная дорожка посыпанная мелким камушком и таких здесь очень много теперь поговорим про сами дома свайный фундамент монолитный каркас участие квартир стены в межквартирный коридор из бетона участие из блоков аналогичная и ситуация с соседними квартирами у кого-то монолит а у кого-то обычные блоки но вы сами должны понимать что разница будет и в шумоизоляции шумоизоляции в межэтажных перекрытий нет это видно из фотоотчета застройщика поэтому не удивляйтесь когда будете слышать посторонние звуки монолитному перекрытию у меня тоже есть вопросы вот давайте взглянем на фотографию с фотоотчета застройщика видите ну вот я считаю что должно быть ровнее я понимаю конечно что есть допуски но полагаю что точно не такие как мы видим с вами на этом фото а вот еще отличное фото из фотоотчета застройщика здесь мы видим кладку из блоков почти до потолка ну наверное специально оставили небольшой зазор для лучшей вентиляции помещения есть помещение с амбразурами вот сами посмотрите на эту фотографию по мне конечно здесь не хватает пулемета либо кстати это будет отличная снайперская . здесь на фото мы видим приклеены откосы а фото конечно не очень хорошего качества поэтому непонятно из чего эти откосы то ли это пластик то ли гипсокартон но надеюсь что качество будет не такое как в жилом комплексе ариоста но конечно это не все нюансы этого комплекса дальше больше лично я считаю что любой товар должен быть качественной вот уже те кто приобрел квартиру застройщика задайте ему вопрос о сроке службы вашего дома полагаю будете удивлены ответ обязательно напишите в комментарии к этому ролику балконные двери в 60 сантиметров максимум в проеме но спасибо что хоть и внизу стеклопакет они сэндвич панель класс энергоэффективности зданий c и b теперь поговорим про планировочное решение застройщик квартиры предлагает от студии до трехкомнатных квартир все квартиры идут с чистовой отделкой и имеют два вида отделки шоколад и ваниль друзья я объективно показываю новостройки своих обзорах я смотрю на дома как покупатель и как человек который разбирается в строительстве если вам нужны и интересные объективные обзоры они маркетинговые ролики про новостройки обязательно подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой своими друзьями совсем недавно я в этом же районе обозревал жилой комплекс ариоста вот ссылку прикреплю здесь и здесь обязательно посмотрите первые свои дома в этом комплексе застройщик сдал еще в марте 2017 года так как дома уже давно сданы давайте вместе пройдем и посмотрим на качество строительства нюансы и если отличие от того как нам презентует застройщик свой объект с тем что есть на самом деле вот обратите внимание сами детская площадка если резиновое покрытие спортивная площадка там мусорные баки но на такое количество квартир этой детской площадки точно не хватает ну конечно обращаешь внимание на то что здесь вход в уровень землей есть предбанник это здорово и правильно заходим есть еще такой предбанник тут у нас почтовые ящики по обе стороны по левую по правую для спама а здесь кто-то крышечки собирает даже так интересно видно для детей заходим во внутрь и вот тут сразу управляющая компания код и информация не своевременно оплатит понимаю что здесь много людей которые не оплачивают потому что повесили такое предупреждение 3 лифта два пассажирский тех и один груза пассажирских а лифты вижу отис вот здесь видно есть нумерация где кто на какой на каком этаже находится но кнопка вызова 1 то есть непонятно да если нужно вызвать грузовой лифт какой приедет пассажирский или груза пассажирский ну вот у нас скрип дверей пассажирский лифт мы поднимаемся с вами на 25 этаж лифты отис регенерации энергии это здорово для экономии электричества и пока едем попробуем вызвать помощь да здравствуйте как меня слышно проверка связи спасибо хорошего дня до свидания вот видите друзья ответили это большой плюс но и здесь кстати есть и правила и есть соответственно номер куда можно позвонить если вдруг вы застрянете 25 этаж ну здесь конечно смотрите какой здоровенный просто лифтовой холл начале мы с вами пройдем на межквартирный коридор и посмотрим его так здесь мы видим что так 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 что у нас тут опечатано опечатано рукава не проверить кто-то вытаскивал мебель о слышите звук вот у этой квартиры стена из блоков у кого-то соответственно как я уже говорил из бетона поэтому звук изоляция будет конечно же друзья разное он открыт рукав конечно должен висеть вот здесь вот уметь им бетон кому-то повезло зума работает надеюсь все в порядке что у нас здесь она здесь у кого-то ремонт идет ну конечно большое количество квартир окрашено все ну вот могли бы знаете сделать поаккуратнее вот такой вид такой немножечко небрежный и вот не знаю будет видно или на камеру или нет он такой стены пятнами то есть они его окрасили неравномерно вот здесь Не хватает на клапане забрало, потому что, ну, вид совсем это никуда, сами понимаете. Ну, вот, всё есть как есть. Ну, и, конечно, потолки Арнстерна обычно, знаете, всё ровно по линии идёт. Здесь, конечно, кривовато. Ну, это я уже, конечно, докапываюсь. Давайте с вами выйдем на переходной балкон. Да, знаете, вот здесь не хватает какого-то, я не знаю, стола, потому что просто огромное количество площади, которая просто так пропадает. Ну, отсюда, конечно, потрясающий вид. Переходной балкон открытого типа. Видите, здесь просто заборчик. Ну, и вот смотрите, обратите внимание, друзья, вот она центральная площадь с этим фонтаном, которым гордится застройщик. Посмотрите на фото с рендера и на фото, что есть здесь. Конечно, деревьев для меня, например, лично здесь не хватает. Но зато большой плюс. Раз садик, школа и второй садик. Ну, с местами я вам уже говорил. А вот это, кстати, многоуровневый паркинг. Да, стройка вся вот туда. Вот он, кстати, из СССР уже виден. Вот он. Пошел, 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 пошел. Отсюда, конечно, вот знакомый комплекс. Кто знает, как называется. Напишите в комментарии. Конечно, сегодня очень красивое небо. Такие тучки. Смотрите, здесь есть даже в остеклении забор воздуха. То есть прямо вот туда можно поставить кондиционер сверху техэтаж. Прошлый век. Вот эти переходные унылые балконы. Вот он, смотрите, широченный балкон. Огромное количество места, которое просто так пропадает. Ну, понятно, зачем застройщику заморачиваться современными проектами, когда можно делать вот так все по старинке. Да. Вот, кстати, здесь можно, в принципе, на пальцах обеих рук посчитать количество высаженных деревьев. Но не зря же в проектной декларации он пишет о том, что их просто нет. Вот здесь, кстати, с высоты очень хорошо видно. Вот, к примеру, мы видим с вами в центре кадра детскую площадку. Все, больше детских площадок вот здесь не видно. Вот она только единственная, вот там вдалеке. Но это уже другой комплекс. А вот здесь, обратите внимание, то есть вот она между домами еще одна. Остальное место все для машин. И вот сейчас у нас 12 часов 35 минут, смотрите, все заставлено машинами. То есть вечером здесь забито все, потому что огромное количество квартир. 25 этаж, нумерация квартир. Вот так выглядят лестничные марши. Ну, конечно, вот знаете, как в советских домах, да, вот обычный тонкий металл. Сверху вот я там называю кусок линолеума. Вот видите, здесь лестничные марши даже не доходят до стены. Заткнули ленты, чтобы видно, наверное, кто-то не провалился. Да, вот видите, все уже валится. Ну, конечно, вид такой не очень. Здесь еще курильщики чувствуется, запах дыма. Поднимаемся на техэтаж. Здесь уже высота потолка значительно ниже. Какие-то вандалы согнули крышку радиатора. Выход есть, да, можем выть. Смотрите, какое качество. Знаете, такое ощущение, что кто-то отодвинул. Ого! А здесь какая-то была проблема. Обратите внимание. То есть стяжку здесь уже разбили, оставили. Да, понятно, почему тут ниже этажа все развалено. Потому что упор для двери, он работает плохо. Так, вот у нас выход. Но он закрыт. Давайте зайдем обратно и проверим, можно ли пройти на крышу, либо нет. Подъем здесь вот по таким ступеням на самый-самый верх, чтобы выйти на кровлю. О, Господи, что ж тут такое? Да. С ручками беда, наверное, специально, чтобы никто не вышел. Ну, вроде как закрыто. Надеюсь. Здесь мы увидим с вами остановку общественного транспорта. Только обратите внимание, какое большое количество маршруток ожидает своих пассажиров. Вот, кстати, эти дома мне напоминают и жилой комплекс Солнечный город. Только они там поэтажности до 12, а здесь до 25 и окрашены в другие цвета. Так как это север города, то здесь преобладают такие более холодные цвета. А там юг, и они там более теплые. И глазу, конечно, на мой вкус больше радует. А вот базовая станция сотового оператора как-то по мне низковата по отношению вот к этим высоким домам. Ну, а вот так выглядит эта речка. Напоминает, конечно, все-таки, друзья, больше ручей. Сданные дома, строящиеся дома. Обратите внимание, какое отличие. И вот какой вам из этих фасадов более приятен по ощущениям. Напишите в комментарии. Слева дорога, справа дорога, а посередине островок для детей. Ну, по мне, как-то это не очень-то безопасно. Вот еще одна, друзья, входная группа в уровень с землей. А здесь нам нужно подняться. Раз, два, три, четыре, шесть ступеней. Для маломобильных группы есть вот такой лифт. Вот только непонятно, работает ли он. Где хоть одна тут кнопка вызова. Может быть, и здесь, и здесь ее нет. Где же ты? Как мне тебя вызвать, если есть такая необходимость? А вот понимаю, что никак. Не работает. Ну, скорее всего, отключено. Вот здесь прикольно написано, что делать, если соседи шумят. Застройщику нужно просто шумоизоляцию делать. И никто ничего не услышит. Здесь всего девять этажей. Поэтому один лифт. Я, кстати, не удивлюсь, что в утренние, в часы пик, здесь пробки к этому лифту. Потому что для девяти этажей агароза пассажирского лифта одного, я полагаю, не очень-то хватает. Лифты тоже оттеснули, но уже без регенерации энергии. Односторонние. С зеркалом с виду все в порядке. Даже пол, смотрите, какой красивенький. Девятый этаж. Вот здесь, смотрите, цифра есть 9. А нумерация квартир, конечно, непонятно. Ну и тамбур достаточно узкий. Посмотрим, что здесь. Здесь зато широкий коридор. Большое количество квартир. Почему-то где клапан тоже нет забрала. Ну, как-то, конечно, смотрится все это не очень-то... Наверное, правильно так можно сказать. Ну и здесь, соответственно, только есть лифтовой холл. Для того, чтобы попасть на лестничный марш, для этого есть отдельная дверь. Да? Нет. Не заметил дверь. Вот он, выход. Безопасность превыше всего. Ух! Смотрите, как классно делается. Это не камера шатается, и не ваш телефон. Это такие перила, такая жесткость. Ну что, погнали. Ох, то есть здесь решеточку поставили. Наверное, есть еще и замок. Ай, молодцы! Знаете, чем-то напоминает отдел полиции. Либо тюрьма какая-то. Вид, конечно, так себе. Окно открывается. Ну, здесь сразу, конечно, смотрите. Напротив дом. Тут буквально 25-30 метров. Сказать, что какое-то большое расстояние нет. Сказать, что меня напрягает то, что очень близко соседей, я тоже этого не могу сказать, потому что мне не напрягает. Мне больше не нравится, например, вот вид. Видите, с высоты-то видно, что мусороуборочная компания плохо выполняет свои обязательства. Не вывозит своевременно. Вот все забито. Ну и, конечно, детская площадка. Отсутствие деревьев. Ну, спасибо, хоть есть травка. Ну и напротив, конечно, стройка. Еще, наверное, на год-полтора. Вот эти дома застройщик позиционирует как комфорт-класс. Конечно, когда я иду вот по такой лестнице, мне это очень сильно напоминает обычные классические советские панельки. Ну и, конечно, сказать, что комфорт-класс, это у меня, честно, не поворачивается язык. По мне, это обычный эконом-класс. А как считаете вы, друзья? Когда вы начинаете искать недвижимости, смотрите новостройки, либо вторичку, один из основных моментов – это квартирография. То есть, какое количество квартир, и какие из них квартиры, студии, в каком количестве, там, одна комната, двух и трех комнатах. От этого будет очень сильно зависеть будущий комфорт вашего проживания в этом доме. И вот именно здесь, то, что сейчас застройщик возводит новые дома, если посмотреть на квартирографию, то преобладающее большинство квартир – это студии и однокомнатные квартиры, которые занимают почти 84% от общего объема квартиры в этом жилом комплексе. Друзья, это очень реально, это очень много. Должно быть, наоборот, должно быть либо соотношение там однушек и двушек, либо хотя бы, ну, чуть меньше. Но это, конечно, очень много. А если взять, мне кажется, весь этот комплекс, потому что, к сожалению, нет информации о количестве, какие квартиры уже в сданных домах есть, то, соответственно, я понимаю, что, наверное, почти 90% это будет студии и однокомнатные квартиры. Застройщику, конечно, легче. Их проще продавать, и больше он заработает на этом денег. Но жить в таких домах, возможно, не так комфортно, как могло бы быть. К сожалению, в саму подземную парковку я не попал, но я вам покажу то, что увидел я. Вот он вход, вход по ключу. Первое, внимание на лужи, откуда вот здесь лужи. То есть каким-то образом попадает вода. Потом я вижу вот здесь соединение двух монолитных плит. Между ними вот все подмазано герметиком. Видно, что часть стены была штукатуркой. Это что-то упало. Так ощущение, что, знаете, здесь просто текло. И потом это замазали. И также это видно вот здесь. Видите, здесь проклеили каким-то материалом. То есть вот видно подтеки какие-то были. И вот таким образом исправили. Ну и для того, чтобы спуститься или подняться, мы пойдем вот по такой лестнице. И здесь, конечно, как-то все это выглядит достаточно уныло. Напоминает какие-то заброшенные катакомбы, а не современный подземный паркинг. Софья, здравствуйте. Вот как давно вы здесь уже живете, в этом комплексе? Мы живем с 2018 года здесь. Какие плюсы есть у этого комплекса для вас? Плюсы? Ну, во-первых, не знаю, из плюсов, наверное, то, что дорогу построили. Раньше ее не было. Когда мы здесь были, приходилось идти там далеко на остановку. Сейчас вот поставили вот эту дорогу, комендантский продлили. Стало прямо хорошо. То есть, ну, мы быстро на остановку и сразу там доехали до метро. Это вот в плане транспортной доступности очень хорошо. Сейчас пик, кстати, здесь много маршруток ходит. Да, маршруток очень много. То есть, вообще проблем нет, мне надо себя часами ждать. Одну сел, сразу же следующую приехала. То есть, это вообще абсолютно без проблем. Супер. И, ну, в плане каких-то, не знаю, магазин, то есть, вот, все на... Ну, да, коммерция здесь вот с этим точно здесь проблем нет. Да, то есть, если захотел, там, не знаю, быстрее бы что-то купить, Перекусить, кофе, булочку, да. Все быстро, да. Дерный, пятерочку я видел, магнит, то есть, в принципе, нормально. Да, очень много всего. Что еще из плюсов отметите? Я, как вот владелица моей собаки, пока не застроили капустное поле, то и поле, где Леруа, импилента, хотя бы туда можно сходить, погулять с собакой. То есть, можно отпустить, чтобы он побегал, как-то порезвился, скажем так. Вот, но, конечно, не хватает какой-нибудь площадки для собак. Для собак, чтобы какой-то был загон, где можно было спокойно погулять с моим питомцем. Да, бывает. Где же, кстати, вот недалеко речка Каменка, ну, если ее так можно назвать речкой. Да, ну, она такая уже... Ручей, ручей. Речечка, да, такая. Там же можно еще погулять, пока не застроили. Ну, мы, получается, ходим вот на капустное поле за речку, которая, вот туда ходим, да. А что еще здесь из плюсов? Что еще из плюсов? Наверное, я так больше не вспомню. Хорошо, а какие есть минусы для вас здесь? Минусы, я сейчас вам скажу. Ну, во-первых, вот я уже сказала, собакой негде погулять нормально. На капустное поле не всегда походишь, потому что там же еще бетонный завод, от которого куча пыли, куча грязи, все это сливается еще в речку. Огромное количество людей. Я просто... Мы ходили на ту сторону, то есть на этой стороне еще не так все застроено, потому что там еще поля никто не трогает. Там вообще ужас, я не представляю, как люди там вообще существуют. То есть ты стоишь, и просто небо не видно, как бы. Ну, это просто ужас, конечно, какой здесь срач. Я, причем, этого раньше не замечала, мне кажется. А когда вот завели собаку, и, получается, он щенком начал хватать, как бы это, и я, ну, чаще смотришь вниз просто. Я просто в шоке. Ну, то есть, мы, например, вчера идем, валяются вот колобасы, вот эта палка. Как она там оказалась? Почему она там валяется? Я не знаю. В окно выкинули. Я каждый раз задаюсь этим вопросом, то есть иногда находишь какой-то мусор и думаешь, как он вообще здесь оказался, почему он здесь валяется? Плюс, ну, понятно, люди скидывают там эти окурки. Хорошо, по поводу мусора, вот управляющая компания хорошо выполняет свои обязательства или нет? Мне кажется, 50 на 50, то есть, ну, я думаю, что можно лучше, но, типа, если бы они, ну, поактивнее как-то убирали, было бы почище, но если бы они вообще не убирали, было бы вообще жесть, мы бы просто уже, мне кажется, утонули от этого. Хорошо, так, первый минус – это мусора. Ну, мусор – это минус от того, что очень много людей. Очень мало вот именно какой-то зеленой зоны. Я понимаю, что это новый район здесь еще. Ну, вот мне, например, здесь деревьев точно не хватает. Да, ну, и я понимаю, что в новом районе сложно, например, сразу какой-то супер. А вот вы когда приобретали квартиру, вы читали проект на декларацию застройщика? Да, даже обещали метро где-то вот тут вот рядом нам. Застройщик обещал. В 20-м, да, там, году или что-то такое, да, обещали нам. А, понят, в 20-м году какого столетия? Да, вот тоже удивительно. Ну, конечно, а плюс они обещали, что у нас вот здесь, по-моему, это площадь солнца. Что-то тоже должно было там быть вообще что-то масштабное какое-то очень классное. В итоге там просто один фонтанчик такой несчастный. Несчастный фонтанчик. Кстати, застройщик очень там гордится, и там у него в рекламе везде фонтан там свой. Ну, какой-то грустненький такой, для вида как будто бы просто. Ну, вот мы сделали, обещали сделать. Ну, чтобы было, да, вот мы обещали сделать. Да, ну, то есть очень мало как-то зелени, негде, ну, опять же, погулять, походить как-то. Ну, даже тоже не важно, собака-то, с любыми как бы людьми. Вот, короче, да, сложно в этом плане. Не хватает какого-то кусочка земли хотя бы, природы какой-то. Вот все вот это каменные джунгли, вот. И, ну, правда, это очень тяжело, особенно, ну, когда много людей. Ну, я просто даже не думала, что он будет так сильно застраиваться. Ну, то есть, когда мы здесь были, это вот эти три дома там. Ну, да, и вокруг были поля. Ну, то есть парочка домов, а в итоге их очень много. Хорошо, как качество квартиры? У вас уже обои от застройщика отвалились или еще нет? А вот спасибо нашему прекрасному другу, он нам помог. Помог? Да, он помог разбавиться. Так, хорошо, а вот где он не помогал, что-то отваливается или нет? Или все нормально по качеству? Нет, ну, кстати, в целом нормально. Единственное, вот минус, это эти душевые кабины у студии, получается, да, потому что у однушка там, по-моему, уже эти, окей, там, по-моему, эти ванны. Не знаю, какого некачества, честно говоря. Ну, у нас студия, поэтому у нас вот душевая душой ужасная. Она вся уже какая-то прогнившая, разловалившаяся. То есть прошло сколько-то на три года, и она в ужасном состоянии. И у нас еще, по-моему, ну, я заметила, что у многих этот горел полотенцесушитель. У нас один раз он прям загорелся. Электрический? Да, слава богу, как бы, у меня молодой человек был дома, и он, как бы, почувствовала, если у нас не было бы дома, ну, то есть могло... А полотенцесушитель от застройщика? Да. А до сколько гарантия? Пять лет? Пять лет. Мы обращались, по-моему, по поводу балкона у нас. А что же? Дверь заедала, ручка. Ну, нам вроде все подчинение, в принципе, все нормально. Да, да, все, в принципе, все нормально. Кстати, как шумоизоляция вопрос? Общая на есть или нет? Ну, многие слышно, жалуются, что, ну, какие-то проблемы. Но у нас, кстати, все нормально. Но мне кажется, это связано с тем, что у нас просто соседи одни съехали, другие что-то там, один кто-то, ну, периодически что-то слышно, но не напрягает. То есть мне кажется, у нас просто соседям повезло, и они как бы нам никак не мешают. Единственное, что, ну, это вот квартира молодого человека, он единственное меня смешит, что он взял, по-моему, я не помню, там же две отделки, ваниль и шоколад. Да, да, и шоколад. А у него, короче, мы сделали типа микс такой. У него двери коричневые, полы, получается, ваниль. А, ну, наверное, последний уже этаж, восьмой перед девятым, что осталось, то и сделали. Ну, видимо, да, не знаю. Потому что вообще у застройщика, у него, получается, чётный это шоколад, нечётный это ваниль. Вот что здесь больше всё не нравится, вот в этом комплексе? Ну, у меня количество людей, домов, вот, наверное, вот это. То, что очень много людей. Да, потому что чем больше людей, тем, соответственно, как я уже сказала, больше мусора, больше собак, больше детей, больше всех. Ну, то есть они, я, может быть, какой-то, я не знаю, интроверт, но не люблю, короче. То есть вечером вот с собакой выйти, я поэтому сразу вечером на поля. Кстати, как криминальная обстановка, вечером можно у девушки спокойно пройтись прогуляться? Мне кажется, нет. Ну, я думаю, что это у нас везде. Ну, то есть везде в России, мне кажется. Я уже как-то задумывалась о том, что мне нужно купить баллончик, потому что у нас периодически какие-то приколы такие случаются. То есть я как-то иду с собакой днем, смотрю, это около речки, полицейские машины стоят. Я там написала подружке, с которой мы здесь живем в одном районе, вот, говорю, вот, смотри, там что-то случилось. Она мне потом скидывает, что там какой-то труп нашли в реке, короче. О, Господи. Потом у нас вот здесь напротив мужик, у него горела квартира. Ну, он там вообще какой-то сумасшедший был, он там с пистолетом ходил. Ну, и, в общем, самокат вот пацанов там пугал, и, короче, ну, там вообще жесть какая-то. Кошмар. Или, я не знаю, захожу в группу, тоже соседи, и там мужчина пишет, вышел в 5 утра на работу, лежит труп, который скинулся там с окна. Но я вот, например, у меня подружка живет в Девяткино, абсолютно такая же ситуация. То есть, ну, никакой разницы совершенно, все то же самое. Переехать хотите отсюда или не? Да, да. А куда хотите, что ищете? Ну, мы планируем переезжать вот эти ЖК, которые рядом с юнтовским заказником. Ариоста. Ариоста. У меня, кстати, есть обзор Ариоста, посмотрите, потом подумайте, стоит или нет. Если бы была возможность что-то передать застройщикам, что бы вы заказали застройщику вашего комплекса? Пожелали бы, что бы ему? Сделать собачью площадку. А вы пакетики носите с собой? Да, конечно, да. Все с собой. Да, все с собой. Смотрим. Ну, когда ты на лестничных маршах видишь огромное количество стеклопакетов, стройматериалов. Вообще интересно, сдали его или нет? Или это просто остались стройматериалы? Тут пена монтажная, наверное. Вот по такой лестнике поднимаемся на второй этаж. Дома комфорт-класса. Ну, вот здесь, кстати, вид очень напоминает от, видите, чисто небо. С этого группа здесь было бы, висел бы солнечный город, а я подумал, что я действительно там. Широкое, огромное расстояние. Вот здесь у людей лучшее. Да, второй этаж. Я бы здесь подумал, выбрать квартирку или нет. Давайте сразу с вами посмотрим межквартирный коридор. Большое количество квартир. Реально очень напоминает солнечный город. А пожарных рукавов нет в сданном доме. И я, честно, друзья, даже не удивлен. Но зато счетчики современные. Вот эти двери от застройщика. Второй этаж, шоколад. Ну, обычная такая, недорогая, картонная дверь. Видите, наличник на пене держится. Держался. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. И здесь, видите, тоже нет рукавов. Правильно, зачем они? Здесь лифты у нас тоже отис. Регенерация энергии. Обшито все ОСБ для того, чтобы не испортили обшивку лифта. Давайте проверим, что у нас здесь. Жмем на кнопочку. Хорошо. Ни гудков, ни ответов. Давайте еще раз нажимим. Ну, хорошо, хотя бы есть, если ловить здесь телефон, то есть номера диспетчерской службы, куда можно позвонить, если вдруг что-то случилось, и вы здесь застрели. Ну, понимаем, да, нам не... 24-й этаж. Алло. И у вас все в порядке? Здравствуйте, проверка связи. А куда я позвонил? Это лифтовая компания? Или охрана? Что? Очень плохо слышно. Что говорите? Тоже не очень хорошо слышите, если говорят. Я понял, спасибо. Вот видите, нас тоже не очень хорошо слышали. 23-й этаж. Зато разговаривает. И, кстати, здесь почему-то тоже не датчик, когда просовываешь руку, двери все равно закрываются и не срабатывают. 24-й этаж. 24-й этаж. 24-й этаж. Вот по мне первый минус – это отсутствует нумерация квартир. Заходим в межквартирный коридор. И вот мы видим первое – это пятно протычки. Кстати, здесь очень тепло. Очень тепло. Наверное, из-за того, что последний этаж. Барабанная дробь. О-о-о! Ну и, конечно, зачем нам рукава для пожаротушения, когда можно оставить какую-то тряпочку и бутылочку. Да. Что и следовало ожидать. Ох ты, уже не закрывается. Дом недавно сдали. Ладно, пошли выйдем, друзья, на 24-й этаж, на переходной балкон. Ох, тут курильщики там. О-о-о! А здесь вы только посмотрите на эти поля. Застраивать и застраивать. Ну и, как я вам в начале ролика говорил о проектной декларации, зачитывал по поводу озеленения. Здесь, кроме травы и набиванных покрытиев, больше ничего нет. Деревья вам может посадить только за ваш счет и управляющая компания. Да, с каждым годом здесь будет, с каждым днем, месяцем здесь будет все больше и больше людей. Вот это стандартная лоджия. У меня есть рулетка, и можно примерно понять, какой она глубины. Ну, примерно где-то 1,3-1,4 метра. Ну, по... Ну, это спасибо, что не 80 метров, а метр 10. Она, ну, видно, что такая большая. Ну, вот даже отсюда, смотрите, обратите, друзья, внимание, что видно, что совсем узкая дверь. Узкие окна. Почему не сделать широкие окна, чтобы было больше света? Далее вопрос у меня здесь. Первый. Вот я вижу, забрало. Это для того, чтобы заходил воздух, если вы сюда будете устанавливать кондиционер. Это правильно. Но вот смотрите вот на это место. Смотрите, сейчас увеличу, друзья. Оп. Вот будет ли сюда попадать влага? Как считаете вы? Также у меня вопросы вот здесь, наверху, где кровля. Вот видите, вот он скат. И тут видно, что нет герметика. О том, что конструкция выполнена, ну, совсем немножечко не так, как, в принципе, это должно быть. Вот кто знает, куда ведет эта дверь, напишите, друзья, в комментарии. Ну, и первое, что бросается в глаза, здесь у лифтов нет экрана, на котором мы понимаем, на каком этаже находится лифт. Дома комфорт-класса. Здравствуйте, вниз едете? Выходим, первый этаж. Тут у нас такой небольшой лифтовой холл. Отделка, конечно, здесь достаточно симпатичная. Такая плиточка глянцевая. Что-то такое непонятно. Ну, и, конечно, первое, что бросается в глаза. Вот смотрите, да, вход в уровень с землей. Чтобы подняться на первый этаж, нужно преодолеть ряд ступеней. А давайте мы с вами проверим. Вот лифт едет ли на первый этаж. Вот это у нас первый этаж. И можно подняться на второй этаж. Вот сразу вопрос. Как быть людям, которые живут на первом этаже, с детьми? Ладно, новый дом. Давайте проверим. Так, что тут аварийный? Включены, выключены. Вот реально непонятно. Но они работают. Видите, жмешь. Ничего не происходит. Соответственно, нужно подняться сюда. Зайти сюда. Да. Ну, все отключено, да? Да, ничего не работает. Вот так и делают. Для чего это стоит большое количество денег? Для чего вот так проектировать и делать? Непонятно. Ну, вот здесь есть звонки. Уже радует. Вместо установленных глазков здесь просто дырки. Вот здесь дырка. Здесь дырка. Металл там даже есть. Миллиметра полтора. Как обещают. Та-дам! А их нет. Да и здесь, наверное, нет. Хорошо, что счетчики электрические на месте. Так, так, так. Что тут у нас такое интересное? Это что? Подоконник, наверное, бракованный. Вот видите, какой подоконник. Вот такое окно в квартире у кого-то. Новый дом. Из плюсов то, что ниже уровня сделано место под коврик. Куда будет уходить вся грязь. Это здорово. Есть такой предбанник. Ну, вот здесь, конечно, все высоко. Тут как-то низко. И вот очень мало места. Хочется, чтобы здесь места было чуть больше. Ну, зато два лифта. Пассажирский, грузопассажирский. Вот здесь все обшито USB-панелями. Тринадцатый этаж. Проверяем. Пока поднимаемся. Нажал. Интересно, ответят или нет. Что-то здесь со связью, друзья. Не все так хорошо, как кажется на первый взгляд. Тринадцатый этаж. Тепло. Небольшой предбанник. Выходим аналогично. Ну, вот здесь обратите внимание, тоже есть звонки. И я вижу, есть глазки, а не просто отверстия. Светлый цвет, почти белый. Ну, видно, что окрасили, конечно, не очень аккуратно. А сами металлические двери широкие. Они плотные. Знаете, такие матовые. И такое ощущение, что мелкая-мелкая наждачка. Слышите? Вот такой звук. Ну, по дверям, конечно, видно, что это недорогие, совсем недорогие двери. Могли бы сделать, поставить другие двери, но это стоило бы, соответственно, других денег. Выходим. Еще один предбанник. Переходной балкон. Здесь мы видим двор. На все эти дома, вот она, видите, одна детская площадка. Небольшая парковка. Ну, конечно, по мне, друзья, этого мало. Очень, очень мало. Маленькая детская площадка для этих домов. Очень маленькая. Но зато, смотрите, обратите внимание, какой широченный переходной балкон. Огромное количество места, которое просто пропадает. Протечка или нет, как считаете? Вот это пятно. Вот, кстати, кто приобретает второй именно этаж, смотрите. Вот видите, где заканчивается лужа. Здесь еще есть место. Можно, если открыть окошко, сделать себе трап. И будет еще больше помещений. Намного больше, нежели чем ты оплатил. Да, везде вокруг идет одна сплошная стройка. Я на 20 этаже с данного дома. Ба-ба-бам! А вот здесь нулевой. Кто-то украл цифру 2. Спустился в подвал. Вот здесь видно, что точно стояла вода, влага. И вот, смотрите, вот здесь дырень, тут дырень. Вот видно все это мокрое. И аналогичная ситуация и здесь. Вот видно, вот видите, вот прям вот так стояла вода. Здесь на сантиметра 3-4, может быть, было больше. Ну, и вот здесь такой вид, конечно. Не очень-то презентабельно. Друзья, по мне, это обычные дома эконом-класса. Такая стартовая недвижимость, когда у тебя немного денег, но тебе нужен этот район. Тебе нужен детский сад и школа, который находится прямо здесь. И никуда не нужно возить детей своих. То это, конечно, комплекс для вас. Ну и, соответственно, здесь достаточно интересная цена. Внизу находится паркинг. Это вентиляторы дымоудаления. Ну, могли бы их, конечно, зашить, чтобы это вот так убого не смотрелось. Посмотрите только, какой простор. Для наглядности решила вам показать жилой комплекс легенда на Комендантском. Конечно, здесь с озеленением совсем другая история и другой вид дворовой территории. Находиться здесь намного приятнее. А вот так застройщик закрыл вентиляторы дымоудаления из паркинга. Совсем другой вид. А вот и входная группа. 23-й этаж. Понимаешь, на каком находишься этаже. Заходишь сюда и сразу понимаешь, да? Что если тебе нужна там 373-я квартира, то это налево. А если 374-я, то это направо. Вот это дело. Ну и также обратите внимание на межквартирный коридор. Вид совсем другой. Я понимаю, почему этот комплекс стоит дороже, и его выбирает покупатель. Даже вот такие указатели вроде мелочи, но очень удобно и практично. Ну и также отмечу, что здесь есть нумерация, на каком этаже находится лифт. Конечно, понятно, чем жилой комплекс чистое небо берет своих покупателей. Это цена, это наличие прямо во дворе детских садов и школ. Но буквально метров 100 до 200 от этого дома можно приобрести чуть дороже. Но уровень жизни, друзья, здесь совсем иной. Друзья, когда вы выбираете себе недвижимость, квартиру, не нужно всегда кидаться на первый вариант, который вы присмотрели. Смотрите все, что находится рядом. И не значит, что нужно покупать самую недорогую квартиру или самую дорогую. Нужно внимательно пойти посмотреть, пообщаться с людьми, посмотреть на придомовую территорию, посмотреть, что с транспортной доступностью, что со школами и детскими садами. Я понимаю, чем подкупает жилой комплекс чистое небо своих клиентов. Но кроме всего этого, если сравнить даже два этих комплекса, да, тут, конечно, все налицо. В легенде намного приятнее находиться. Там все очень круто сделано. И по сравнению с легендой чистое небо – это унылый дом. Теперь поговорим про цены на квартиры. Так, однокомнатная квартира от застройщика стартует от 6 миллионов рублей. У меня есть квартиры по договорам переуступки, и стоят они от 5 миллионов 400 тысяч рублей. Так что, если вы хотите сэкономить, звоните. На квартиры от застройщика действуют акции. Рассрочка, скидка, первый взнос 0% и ставка по ипотеке от 0,01%. Но, друзья, вы должны сами понимать, что если ставка намного ниже рынка, всегда есть нюансы. Дом, то есть ваша квартира – это то место, куда должно хотеться возвращаться. Если вы пришли и вам не очень понравился комплекс, то через год он вам вообще не будет нравиться. И туда не хочется приходить. И это, друзья, очень плохо. Надо сразу выбирать то, что вам по душе. Даже пусть это будет чуть дороже ваших ожиданий. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк. Поделитесь ссылкой на этот обзор и оставьте свой комментарий. Ну, а я, как обычно, с вами не прощаюсь, а говорю до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин